Всем привет! С вами Игорь. И сегодня в этом видео мы посчитаем, сколько же стоит мое отопление тепловым насосом и сравним его с отоплением дровами. Ну вот, все знают, что отопление дровами самое дешевое, да? Но так ли это на самом деле? Я, кстати, тоже больше 20 лет примерно топил дровами, раньше, до того, как сделал тепловой насос, и думал, ну не знал я раньше про тепловые насосы, просто не знал, вот. И думал, что дровами это самое дешевое отопление, дешевле не бывает. Конечно, непростое, согласен, там, да, мороки с ними выше крыши, но все-таки пока мы можем там делать, я думал, что это пока есть здоровье ими заниматься. Это, кстати, тоже немаловажный момент, что это дешевле всего. Но потом я узнал про тепловые насосы, и оказалось, что это совсем не так. О, кстати, кто первый раз зашел на мой канал, смотрите, у меня есть вся альтернатива по плейлистах разложенная, я оставлю ссылочки и в описании, про тепловой насос, солнечная электростанция, без инвертора ЭКБ, ветряк, коллектор солнечный, все есть на одном канале. О, и так считаем, что у меня потребляет тепловой насос? Как мы будем считать? Ну, у меня есть ваттметр, который запитанный, вот именно для теплового насоса я поставил ваттметр, который считает потребление, все потребление теплового насоса. Это компрессор, насос, датчики всякие там, термодатчики, реле, ну, там вообще копейки оно берет. Вот, но если посчитать по ваттметру, сколько он у меня за месяц натягивает электроэнергии, то это вообще будет такая смешная сумма, что мне просто люди не верят. Вот, и считать это будет некорректно, потому что у меня куча другой еще альтернативы, которая тоже направлена на ГВС и отопление дома. Солнечная, например, коллектор помогает, и солнечные панели сильно помогают, все это помогает, поэтому так считать мы не будем. Не у всех может быть столько альтернативы. Мы будем считать просто отопление тепловым насосом. Вот, если у вас есть такой, как у меня тепловой насос, такой, как у меня дом, ну, примерно до 60 метров квадратных, очень хорошо утепленный. Вот, вот такой вот мы будем считать вариант, вот такой, более корректно, я же говорю, без всей остальной альтернативы. Итак, где мой указка? Мой тепловой насос тянет 850 Ватт. Это уже знают мои постоянные зрители. Кто не знает, первый раз зашел на канал, заходите на плейлист, там есть видео, потребление моего теплового насоса, даже есть потребление при разных температурах, короче, все есть. Там заходите, смотрите. Это 850 Ватт всего. Это компрессор, насос, ну, и все остальное. Это вся моя установка подключена через 1 Ваттметр. Я это уже замерял, я это показывал. В среднем 850 Ватт, ну, что когда подходит примерно под отключение, уже там до 35 градусов, то там примерно почти 900 Ватт. О, когда он только включается, ну, это меньше температура, то там около 800 Ватт и даже меньше. Поэтому я взял в среднем 850 Ватт. Он тянет у меня такое вот количество энергии. Так, теперь 12 часов он у меня работает. Ну, я взял по максимуму 12 часов, хотя он у меня работает от 8 до 12 часов в сутки. Ну, это весна, осень, так, около 8 часов. Это если у меня нет ничего остального, там не работает ни солнечная, ничего. Ну, я это уже сказал, это уже понятно, я к этому возвращаться не буду. Вот, примерно вот так вот. Ну, я уже взял по максимуму 12 часов в сутки, пускай будет там, это уже температура 20 и выше в доме, хотя мне столько не надо. Мне 18-20 вполне меня устраивает. А спать даже еще лучше, чтобы прохладнее было. Так, высыпаешься лучше. Итак, берем по максимуму 12 часов в сутки он у меня работает. Умножаем на 0,85 кВт. У нас получается 10 кВт часов, 10,2, даже если быть точным. Ну, 10 кВт часов он у меня натягивает в сутки. Теперь, вот эти вот 10,2 кВт часа умножаем на 30, то есть 30 дней в месяце, и получается 306 кВт часов он натягивает у меня в месяц. Дальше. Эти 306 кВт часов мы умножаем половину, ну, примерно половину, потому что у меня есть двухтарифный счетчик, и я так стараюсь, чтобы примерно половину тепловой насос времени работал. Ну, как можно больше, конечно, стараюсь, чтобы он ночью работал, потому что дешевле ночью, в два раза электроэнергия. Ну, получается у меня примерно половину, 50 на 50 работы днем и ночью по времени. Значит, эти вот 153, ну, половина 306 разделить на 2, 153 кВт часа мы умножаем на гривну 44, это сейчас у нас такой тариф, очень дешевый, я считаю, и этот тариф долго так не продержится, я знаю это, но на сегодняшний день так, я считаю под таким тарифом, который на сегодняшний день. Умножаем на гривну 44, у нас получается 220 гривен 32 копейки за отопление днем, по дневному тарифу. По ночному тарифу 153 кВт час умножаем на 72 копейки, это в два раза меньше, 0,5 тариф у нас ночной, с 11 до 7 утра. Кстати, очень даже выгодно и перспективно, я всем советую, и даже если электроэнергия подорожает, это еще больше будет выгодно. Например, посчитайте сами, электроэнергия будет гривны 3 кВт час, а вы будете ночью платить только 1,5 гривни. Это выгодно, выгодно. Дальше, 0,72 копейки, у нас получается отопление ночью 110 гривен, что в два раза, в два раза дешевле ночью, как видите, отапливаться тепловым насосом. В два раза. Дальше, теперь мы эти, да, это получается всего, а, всего, да, вот, всего цифра за месяц, мы складываем эти две суммы, ночное и дневное отопление, у меня получается за месяц 330 гривен 48 копеек. Это за месяц отопления тепловым насосом, да. Вот такая вот смешная сумма выходит. Ну, как есть, как есть, так и показываю. Тут сами видите, все расчеты на лицо. Не то, что я там что-то там смахлевал, там, дурю возне. Ну, вот, все, пожалуйста, расчеты. Все есть. Можете сами пересчитать, переумножать. Я тут все умножил правильно. Дальше. Отопительный, сейчас мы еще посчитаем, сколько же за весь отопительный сезон выйдет и сравним с машиной дрон, например. Хотя машиной дрон не хватает. Мне не хватало раньше. Дальше. Отопительный сезон, как все вы знаете, примерно считается 6 месяцев, полгода. Ну, в нашем регионе, это у нас 15 апреля включают отопление и... Ой, 15 апреля выключают. Включают 15 октября. Ну, в городах вот это вот все-то. Хотя я раньше отоплюсь, ну, не тепловым насосом, а все остальное. Солнечные линейки. Вот. Но считаем в среднем потопительный период 6 месяцев. Итак, 330 гривен, вот они наши, за месяц отопления. Умножаем на 6 месяцев. И у нас получается, парам-папам, 1982 гривны. Я думаю, видно, да, цифра вот эта? Потому что у меня черный маркер закончился, а вот этот вот сиреневый, что-то не очень... Надо будет маркеров заказать с Алиэкспресс. Да, вот такая вот сумма получается. 1900. Ну, пускай уже будет 2000 гривен. Ладно уже, пускай 2000. Уже берем по максимуму все. О, но в реалии эта сумма вышла бы даже меньше. Потому что я взял 12 часов. Он у меня 12 часов не работает весной и осенью точно. Даже если у меня остальной никакой альтернативы не было, он все равно в 12 часов не работал. Это уже, ну, может и 13 часов проработать, если сильные морозы. Вот. Но если уже там у меня есть печка, если там минус 20 и ниже, то я уже один раз всего, если печка есть, мне хватает один раз, два, три дня протопить ее один раз, чтобы помочь ему как бы. О, и все. И он нормально справляется. Печка остывает долго достаточно. Поэтому, тем более, что у меня дрова есть. Кто в селе живет, кто живет в селе, кто знает, что там что-то дерево срезал, там ветки обрезал. Ну, постоянно какие-то дрова добавляются, добавляются, добавляются. Их надо все равно где-то сжигать. И вот эти дровишки там несколько раз за зиму, как раз в сильные морозы, они помогают тепловому насосу. Вообще, печка должна быть. Это такое отопление резервное у меня. Если не будет света, не будет ничего там, вообще капец Армагедон, печку я затоплю, и она у меня будет греть. Поэтому советую, печки не выбрасывайте. Вот. Пускай она себе как резерв стоит. Обычная кирпичная печка. Самая лучшая. Вот. Вот такая вот выходит сумма. Ну, две тысячи пускай гривен. Дальше. Сколько у нас стоят дрова? Ну, сравниваем с дровами, да? Дрова у нас стоят твердая порода. Вот в нашем регионе, где я живу, а дров тут у нас море, у нас кругом леса. И я думаю, что эта цифра недорогая по Украине. Мне писали там, что с Одессы там, что намного дороже дрова. Кто же живет? Ну, там нет дров, понятно, привозные. У нас это небольшая цена. Дрова, твердая порода, газон. Газон это газ. Автомобиль газу, грузовой, понятно, да? Самосвал. Стоит почти шесть тысяч гривен у нас. Шесть тысяч гривен. И когда я топил дровами, мне на мой дом не хватало одной машины дров. Ну, что газон, понимаете? Что, что газон? Это у меня небольшой кузов. О, и шесть тысяч, да. Поэтому я приходилось мне довозить даже с работы, там мешком я брал дрова. Ну, если взять, например, полторы машины, ну, то есть три машины на два года, то мне хватало. Три машины примерно на два года. Но даже возьмем одну машину уже, ладно. Одна машина, пускай там, если растягивать, экономить, вот, топить там один раз в день только и понемножку, то хватит этой, ладно, посчитаю, что... Но сравните вот эти две суммы. Две тысячи гривен и шесть тысяч гривен. Мало того, к этим шести тысячам гривен, если уже по-честному считать, надо добавить, сколько стоит вся эта порезка, поколка дров, заноска в дом, вот эта вот весь морока вот эта вся с дровами. Поэтому я бы еще накинул к этим шести тысячам две тысячи точно. Потому что, ну, это время, понимаете, это время. А время это наши деньги тоже, это тоже надо считать. Я бы за это время там пошел бы что-то заработал, например, шабашку какую-нибудь, даже просто отдохнул. Но я занимаюсь дровами, понимаете? Я занимаюсь дровами. И это время тоже обязательно, я считаю, надо считать. Поэтому дрова шесть тысяч гривен, это как минимум, это просто цена дров. Это вам привезли, высыпали. Ну, так я посчитал бы восемь тысяч гривен. А если все дрова, которые, чтобы не хватили, то и все десять тысяч на отопительный сезон. И вот эта сумма, опять же, две тысячи гривен, товарищи, две тысячи гривен. И никакой мороки, никакой заноски, порезки, вот этой вот возни с дровами, очистки и всего этого геморроя тут нету. Посмотрите. Есть у нас еще дрова. Кстати, надо это тоже сказать. У нас, где я работаю на пилораме, у нас есть обрезки сосновые. Они стоят две с половиной тысячи гривен. Вот, но сейчас уже там такие обрезки пошли, понимаете, экономия, оптимизация и все такое, что там больше коры, чем дров. Ну, это на пилораме режут доски, и получаются там такие обрезки. Горбыли, да, кора там с одной стороны, там немного, там, я же говорю, коры больше. Вот, такие дрова у нас стоят две с половиной тысячи, но таких дров точно машины не хватит на зиму. И плюс там еще больше резок, потому что они по четыре с половиной метра, ну, зато хоть колоть не надо. Ну, некоторые, может, надо. Но даже если сравнить с этой стоимостью дров, таких вот, никаких самых дешевых, да, две с половиной тысячи дрова, это без ничего, без порезки, без ничего. Это просто вам привезли и высадили. То тут даже, опять же, выигрывает тепловой насос. Посмотрите, две тысячи, и две с половиной сами дрова, сосновые, обрезки, и плюс куча геморроя возле них. Вот, видите? Так что тепловой насос в любом, в любом случае, при любом раскладе, на сегодняшний день, на вот этот вот наш отопительный сезон, который сейчас рулит однозначно. Вот, и я рад, что многие люди делают тепловой насос, и правильно делаете. У меня уже там, под зелененьким видео прошлым, там уже написал тоже человек, вот, сделал, сделал тепловой насос, рад, все однозначно, классно, вот, спасибо, все, ну, тоже читайте. Вот, то есть, есть уже такой опыт у людей, продвигается эта технология в массы, она идет, и я думаю, она будет чем дальше, тем больше развиваться. Тепловых насосов типов очень много, воздушные, водяные, но я все-таки советую за, вот, именно такие вот тепловые насосы, как у меня, вода-вода, у них максимальный коп, максимальная эффективность, они работают максимально эффективно при любых температурах, наружных, ну, что они от них не зависят. Лучшее, я считаю, один раз вложиться, один раз вложиться, вот, ну, больше, первый раз вложиться, но зато потом всю жизнь экономить свои денежки на вот этом вот максимальном копе, максимальном эффективности теплового насоса. Чем сэкономить? Сначала поставить какой-нибудь воздушник. Кстати, вот тоже под зелененьким видео, первая часть про тепловые насосы, вопросы, ответы, там тоже писал человек, живет под Питером, у него воздушный тепловой насос, и он им не доволен воздушным. Разморозка, разморозка включается, каждых 25, кажется, он писал минут, или полчаса, что-то такое, каждых полчаса включается разморозка. Вот, он таким недоволен, и будет переделывать на такой, как у меня, вода-вода. Вот, короче, наверное, на сегодня все. Пишите в комментариях вопросы, что вам непонятно, но сначала посмотрите плейлист у меня по тепловому насосу, есть там, там практически, я думаю, все ваши ответы, 90% ваших вопросов найдут ответы. Если уже там не нашли ответы, то пишите, иногда даже и звоните, некоторые люди и звонят. Вот, спрашивайте, и у меня еще будет вторая часть, зелененькое видео, там, вопросы-ответы, так что пишите еще под этим видео, что вам непонятно, я эти вопросики собираю, такие, на которых у меня нет ответы в моих видео. Вот, или как там неправильно, или забыл, или что, вот, пишите, я их соберу опять эти вопросики, у меня они еще есть, и будет вторая часть, вопросы-ответы по тепловому насосу. Все, всем пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok